Вопрос выбора председателя Думы Артемовского городского округа по сей день остается нерешенным. В то же время, поднимая его на комиссиях, между депутатами возникает откровенное противостояние. Так, на прошедшем заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления. Тема «Основы осуществления полномочий председателя Думы Артемовского городского округа» разожгла спор между думцами. Депутат Алексей Пестовский обратился в представительный орган с просьбой вынести вопрос «Основы полномочий» на заседание комиссии. Так как принятое решение коллег в прошлый раз на неосвобожденной основе, то есть без заработной платы, депутат считает неверным. Я все-таки считаю, что председатель Думы должен исполнять свою известность на освобожденной основе, потому что мы должны постоянно как депутаты обращаться. Вот простой пример, когда Константин Михайлович был председателем Думы, по любому вопросу можно было связаться, найти всегда и проблему решить. Сейчас мы с вами видим, что Павел Владимирович всегда практически занят на своем основном месте работы и на неосвобожденной основе. Это очень тяжело нам с вами будет работать с председателем Думы и какие-то вопросы решать. Я поэтому как бы настаиваю на том, что все-таки спикер должен заниматься своим делом, пускай получает за это зарплату и быть на освобожденной основе. Поддержал коллегу депутат Игорь Бабкин. Он даже успел выяснить, на какой основе работают председатели Дум соседних муниципалитетов Восточного управленческого округа. Я тоже считаю, что спикер должен быть на неосвобожденной основе. Провел переговоры с управляющим Восточным округом к лицам. То есть спросил, есть ли у нас вообще опыт работы по муниципальному образованию Восточного округа, где есть председатели на неосвобожденной основе. То есть Артемовский городской округ является самым большим муниципальным образованием Восточного округа. Но во всех муниципальных образованиях Восточного округа везде председатели работают на освобожденной основе. Даже там малые такие, как Махнева. То есть там бюджет находят источники для оплаты своего председателя. То есть тоже мое мнение, что необходимо работать на освобожденной основе. Работы много, тем более считаю, что как раз... Ну, надо идти, наверное, дальше. То есть мы сегодня рассматриваем конкретный вопрос, скажем, на Думу. Но у нас есть это вот как раз правая коллизия и в уставе, и в регламенте Думы, где у нас звучит «может быть». Причем вот как раз вот эта коллизия, получается, что мы под какого-то конкретного человека должны регулярно, по каждому избранию председателя, в каждый период проводить мероприятия, связанные с выбором, как он будет работать. То есть сегодня я считаю, что мы правильно выносим этот вопрос на очередную Думу или не очередную Думу. Считаю, что на предыдущей Думе мы, наверное, как-то не конкретно к этому вопросу подошли, или многие не поняли постановку вопроса. Причем я считал, что как раз мы проголосовав по тому вопросу, то есть мы примем как раз решение, связанное с работой гражданина на освобожденной основе. Работы много, причем считаю, что как раз работает председатель, она поможет сэкономить больше, чем та сумма, которую мы закладываем на заработную плату председателя с его налогами. В прошлый раз проголосовав большинством за неосвобожденную основу полномочий, председателя думцы понимали, что поддерживают своим решением конкретного кандидата Владимира Арсенова, который в свое время также большинством голосов был рекомендован как достойный кандидат в председателе на полицовете местного отделения партии «Единая Россия». Но почему-то в результате тайного голосования его поддержали всего шесть депутатов. В свою очередь депутат Александр Малых высказал свою точку зрения. Я считаю, что на прошлом заседании, где мы проголосовали за на неосвобожденной основе, люди, все взрослые, все понимают, что, зачем и почему, и что за этим стоит. И я считаю, что было принято правильное решение, и опять начинать об этом почему-то всплывают. Зачем? Мы проголосовали уже. Зачем переголосовать? Мы что, не знаем, о чем голосуем, что ли? Все взрослые люди не знаем, почему мы за это голосуем на неосвобожденной основе. Дальше. Чего мы заводим-то за угол-то, что времени не хватит и тому подобное. Все хватит времени, если человек, который будет работать на этом, значит, и все хватит, и будет работа настроена. Мы прекрасно понимаем, кто идет на эту должность, и какой человек. И в партии «Единая Россия» у нас приняла по этому человеку голосование. Чего мы начинаем гулять-то? Я ничего понять-то не могу, никак. Человек встал и сказал, что время мое не считайте, я буду работать и отвечать на вопросы, позвонить. Я с Арсеновым работаю уже десятки лет, и когда бы я ни позвонил, он всегда ответит на телефонный звонок. И мы говорим по конкретному человеку. Чего мы начинаем? Заводи друг друга. Напомним, предложив свою кандидатуру на пост председателя Думы, Владимир Арсенов сразу отказался от заработной платы, предложив исполнение своих полномочий на этой должности, на неосвобожденной основе. Со своей стороны остался верен партии и своим убеждениям депутат Михаил Угланов. Он также считает нецелесообразным поднимать вопрос вновь. Если все-таки мы остаемся и придерживаем решение партии, фракции в Думе и так далее, то я тоже, в принципе, повторно готов подержать кандидатуру Владимира Арсенова и, соответственно, взять самоотвод в том случае, если он будет все-таки свою кандидатуру выставлять, я так думаю. Поэтому я не вижу тоже смысла здесь сейчас ставить вопрос, в принципе, на постоянной основе. Если он готов свою кандидатуру выставить повторно. Депутат Игоря Бабкина возмутил сам факт ограничений и ущемления депутатов, представляющих другие партии. Почему с вами, коллеги, удели депутатов должны ограничивать. Мы фракции решили, у нас на определенное количество есть членов фракции в Думе. Почему мы ограничиваем другие партии, людей, которые сегодня имеются в депутатском корпусе? Мы их ограничили и они не должны выступать. Я считаю, как раз мы ограничили в этой ситуации определенную часть депутатов. С другой стороны, если мы говорим про едином подходе, но не хочет Владимир Степанович получать заработную бату, ну пусть не получают, отправляют ее в фонд МИРа, фонд борьбы с кинетой животными. И не получая заработную бату, у нас должен быть один подход для формирования председателя. Не под человека. Не под человека. Получается, что мы под каждого, примит, возможного председателя должны принимать решение, как он будет работать. Высказал свои сомнения по кандидатуре Владимира Арсенова депутат Алексей Пестовский. Раз по кандидату Арсенову. Вы, наверное, все сами выступали, Александр Петрович, вы выступали, Александр Георгинович выступал, что хороший специалист по ЖКХ. Но председатель Думы не должен заниматься вопросами ЖКХ. Он должен заниматься вопросами. То есть немножко не те, нас не надо вводить в заблуждение, что хороший специалист. Если Владимир Степанович является хорошим специалистом по ЖКХ, у нас очень много проблемных предприятий ЖКХ. Тот же МОК «Прогресс», который тонет сейчас, его нужно срочно вытаскивать. Любой МОК сейчас взять, а не все проблематичные. Вот, пожалуйста, если человек очень хорошо, вы сами, как говорится, его характеризуете, как хорошего специалиста в сфере ЖКХ, есть поле работать, можно, пожалуйста, без зарплаты помогать бюджету и муниципалитету. Но я понимаю, что все-таки председатель Думы должен заниматься основными вопросами. Это бюджетные вопросы. Алексей Пестовский считает, что не гоже председателю Думы заморачиваться решением житейских проблем муниципалитета. Бюджет все-таки должен быть главным приоритетом для него. После прозвучавшего высказывания постарался оспорить сие умозаключения коллеги депутат Александр Малых. Очень не согласен с вашим мнением. Кто на Думе, среди нас депутатов, постоянно задает вопросы по финансовым вопросам, по бюджету? Не Арсенов? Арсенов. Почему вы вдруг уперлись в ЖКХ? Он в любом направлении задает вопросы в любом направлении. И по строительству, и по ЖКХ, и по финансам, и по бюджету. Он задает вопросы, и не надо тут сводить на ЖКХ. Вы сейчас говорите, я просто говорю о том, что он в любом направлении может здесь поднимать вопросы. И причем принципиальные вопросы поднимает. В конце концов депутат Пестовский заявил, что тоже будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Думы Артемовского городского округа. Если вопрос будет на неосвобожденной основе, тогда я извиню. Я за тобой тоже буду. Пожалуйста. Кто против? Ина Россия поддержала Арсенова за него. Депутаты большинство проголосовало не за него. Так значит, все, надо эту тему закрыть и по новой начать. Итог возникшего спора депутаты решили подвести голосованием. За предложение депутата Пестовского о постоянной освобожденной основе полномочий председателя Думы проголосовали четыре депутата. Против один и трое воздержались. Таким образом вопрос не прошел. Решение осталось прежним.